С 4 по 6 июля в Калининском районе Тверской области на Волге состоялись открытые парные соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом с лодок Кубок Тверской области 2014. Среди призеров пара удомельских спиннингистов Сергей Артемов и работник отдела радиационной безопасности Калининской АЭС Константин Горшков. В открытых парных соревнованиях по спортивной ловле рыбы спиннингом с лодок Кубок Тверской области 2014 приняли участие 12 команд. Вместе со спортсменами из Москвы, Твери, Калининского района, Вышнего Волочка и Сележарова осваивать акваторию Волги вышла и команда удомельцев. С результатом 10 килограммов 712 граммов пара Сергей Артемов-Константин Горшков заняла в этих областных соревнованиях второе место. Призовой результат на Кубке Тверской области для удомельцев это не просто победа. Сергею по результатам соревнований присвоен третий, а Константину второй спортивные разряды. Это верный путь к получению первого разряда, позволяющего участвовать в состязаниях всероссийского уровня. А начиналось все с любительской рыбалки. Дедушка, помню, брал на рыбалку. Сначала начинал на удочку ловить, потом друг где-то наловил больших щук. Я тоже захотел. Сначала с ним пошел, попробовал. Получилось одна, вторая. Потом папа подарил спиннинг на день рождения. И с этого как-то более так, ну, плотно стал спиннингом заниматься. Но это не передать, это вот, допустим, вам тоже надо попробовать самому поймать, вытащить. Всю эту поклевку прочувствовать, чтобы вот весь азарт, все эти эмоции. Я родом с Иванова, сюда переехал относительно недавно. Здесь такое, у нас столько рыбы нету. Здесь хорошо вообще на рыбалку ходить и учиться много чего нового и вообще трофеи такие. А спиннингом, ну как, где-то с 2003 где-то года, так уже основательно. Сначала пробовал, как бы не получалось. Трофеи пришли не сразу, как бы хотелось бы побыстрее. А тут потихоньку, полегоньку начал маленькими матросиками вот этими увлекался. Щучки, травянки, все с берега там, потом с лодки. Спиннинг – любимая снасть Сергея. Как он сам говорит, на живца поймать рыбу проще. А когда нужно искусственную приманку выдавать за что-то естественное, живое, здесь необходимо постараться. Нужны навыки, знания. Это не просто, но интересно. Как и в любом виде спорта, в спортивной рыбной ловле подготовка к соревнованиям подразумевает регулярные тренировки. В этом плане удомельским спиннингистам действительно повезло. Богатые рыбы и озера письво и удомля, охладители Калининской АЭС, позволяют ловить круглый год. Я думаю, что у нас довольно-таки богатый водоем, потому что много москвичей, вот друзей ко мне приезжает специально на рыбалку. И пока все довольны и уловом, и как бы качеством рыбы. Недавно читал на форуме, один товарищ писал, что брал рыбу с наших водоемов на экспертизу. То есть сказали, что рыба более чем съедобная. Сам работаю в отделе радиационной безопасности, поэтому никаких сомнений в ее съедобности нет. Основной проблемой для водоемов рыболовы-спортсмены считают браконьерство. Электроудочками истребляют рыбу в реках. Озера больше страдают от сетей. Особенно от сетей оставленных, брошенных или забытых в воде. Троллингом ловим или просто с лодки. Постоянно сеть попадается. Причем ладно бы, люди ставили бы и следили за ним. Сколько-то ты изъял рыбы, и ты ее забрал домой, на дело пошла. А то она просто попадает в сети и пропадает. И щуки, и судаки, и окуни большие, хорошие. Уже гнилая рыба такая, невозможно. Что это за отношения? Хоть водоемы и богатые на рыбные ресурсы, но они все равно кончатся, если будем так вот бросать сети, в которых рыба будет просто портиться. Не знаю, надо что-то делать с этим. Сергей и Константин, выловленную за время съемок этого материала рыбу, отпускали обратно в родную стихию, чтобы и в будущем местные и приезжие рыболовы могли назвать Удомельские озера по-настоящему рыбным местом, на котором можно проводить соревнования разного уровня по различным видам спортивного рыболовства. Сегодня озера Письво и Удомля для этого подходят. А какими они будут завтра, зависит прежде всего от нашего к ним отношения. Удомельские рыболовы-спортсмены Сергей и Константин планируют и дальше совершенствовать свое мастерство. Трудности, конечно же, есть. В крупных городах рыболовный спорт активно поддерживают спонсоры, так как профессиональный инвентарь для рыбака, как и любого другого спортсмена, стоит недешево. Удомельцам спонсор помог с качественными приманками. Однако основную материальную нагрузку они несут сами. Тем не менее, планы у рыболовов самые амбициозные. Повышение спортивной квалификации до первого разряда, создание рыболовной команды в Удомле на постоянной основе, участие в чемпионате России и международных соревнованиях. И кто знает, может в будущем именно удомельские рыболовы-спортсмены пополнят списки самых титулованных спиннингистов. Дмитрий Ермаков, Юлия Порфилова, Сергей Буров. Управление информацией и общественных связей. Калининская АЭС. Калининская АЭС.